Анатолий Пахомов осматривает центральную часть курорта в районе цирка. Небольшие здания здесь соседствуют с высотными домами. Глава города рассказывает, все они, так же, как и другие многоэтажки на центральных улицах, начали строиться в середине 2000-х. Только с 2002 по 2008 год, рассказывает мэр, по инвестдоговорам было построено около 200 объектов. Высотное строительство, естественно, вызвало недовольство многих горожан. Но тогда эта мера была вынужденной. Это был единственный вариант сноса бараков и переселения из ветхого жилья. Благодаря инвесторам новые квартиры получили 1300 сочинцев, в их числе Мария Шевцова. Здесь, в районе цирка, с детства она жила в доме с печным отоплением, 1911 года постройки. Сегодня на улице Воровского в трехкомнатной квартире. И таких примеров много. Жители, которые с вами, совладельцы были, они что получили? Вы знаете, там, например, напротив меня был дом, Гагринская, по-моему, 10А. Вот там была небольшая квартира. Ну, представьте себе, что там живет много поколений. Прописано огромное количество людей. Вот они получили 18 квартир. За свою и большую двухкомнатную квартиру. За двухкомнатную квартиру. Теперь эпохе высотного строительства на курорте положен конец. Уже нынешние власти в 2010-м приняли генплан и правила землепользования и застройки. Документы определили зоны и высотность строительства. В то время, когда здесь только было бараков, мне кажется, что это было единственное правильное решение. Сегодня, когда уже, на наш взгляд, и на взгляд архитекторов достаточно, правила и генплан, они сегодня уже не позволят здесь, вот в этой зоне, строить высотки. Новый облик Сочи Анатолий Пахомов оценивает практически с высоты птичьего полета, со смотровой площадки Олимпийского университета. Отсюда отчетливо видно, как преобразился Сочи. Помогла программа приведения города к единому архитектурному облику. 12 тысяч объектов теперь соответствуют общему стилю. Я сделал старт и сказал, что вообще-то в европейских городах есть стиль такой, когда крыши, они одного цвета, или красный, или цвета дерева, и это красиво. И нам в городе Сочи нужно к этому стремиться. Все отремонтировалось, но и это сделали наши сочинцы, владельцы. Сочи – единственный город в стране, который в таком объеме реализовал подобный проект. Сегодня Сочи – пример того, как усилиями власти, бизнеса и населения можно кардинально улучшить облик города. Самую высокую оценку Сочи получил во время Олимпиады от самых высоких гостей. И теперь этот облик, наряду с уникальной природой, должен стать также одной из визитных карточек курорта. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.